У вас бегут люди из вашей страны. Андрей Андреевич, я правильно понимаю, что вот, если судить, по крайней мере, по публичной части, то вырисовываются две таких фракции в силовых органах. Ну, может быть, несколько, если там еще считать Кадырова, но если тех, кто непосредственно воюет, это, соответственно, Пригожин, Суровикин, вот этот вот бывший министр обороны Мезенцев, который стал одним из заместителей ЧВК «Вагнер», что это тоже какое-то такое интересное, ну, скажем так, перепозиционирование этих людей. То есть в теории, если человек был замминистра обороны, а стал заместителем частной военной компании, вроде как это конец карьеры. Но тут, кажется, есть нюансы. А в революции карьера именно так и делается, понимаете. А сейчас идет такая элитная революция в России. Элитная революция создает массу новых вакансий. Вот понимаете, сейчас как вопрос. Да, был конфликт между Пригожиным и Герасимом, и Шайгу. Но ведь Пригожину нельзя было поставить на место начальника генерального штаба, извините, или министра обороны. А вот Суровикина и Мезенцева можно, можно. Одного министра обороны, а другого начальником генерального штаба. Вполне можно. Мы уже совершенно в новой стадии, в новой стадии этого конфликта. Это уже фракция обрела системных вождей уже. Системных вождей. То есть договоренность с какими-то элитными, элитные группировки, которые не готовы были принять уголовника Пригожина, но вполне готовы принять там генералов армии, генерал-полковника Суровикина и Мезенцева. Я думаю, все это будет решаться в ближайшие дни. После первых, первые, первые дни украинского контраступления принесут, как нам обещают все наблюдатели, ну и по логике, по всей биографии генерала Заужина, они принесут какие-то неожиданности. А вот то, что произошло за последние три дня, мы как раз, у нас было с вами две передачи, значит, не мы шаг за шагом это обсуждали, обсуждали, собственно, и своими памфлетами, и последними назначениями. Пригожин уже создал такую почву для очень серьезных перестановок в военном ведомстве, как ответ на какие-то значимые неудачи. Это интересно, потому что, я так понимаю, и российская элита, она тоже колеблется, и это и колебание очень так четко высказал, есть у них такой путинский олигарх или российский бизнесмен, не знаю, есть ли там бизнес, но зовут его Андрей Ковалев, и он сказал прямо, что после вот этих вот публичных обращений в адрес российского военного командования, вообще-то это воюющее государство, и тут на весь мир и Шойгу, и Герасима обвиняют в гибели десятков тысяч российских солдат, российских граждан. И там он приходит к такому выводу интересному, что после того, что он сказал, его надо или расстрелять, или назначить на должность министра обороны. Нам что выгоднее? Ну, правильно, нам выгоднее работать и брать их. Я бы процветил. Чем больше они уничтожают эти военные преступники друг другу, тем лучше. Этот конфликт, конечно, ослабляет боеспособность российской армии. Ну вот, и похоже, что в ближайшие дни, в первые дни украинского контрнаступления, они как раз будут уже заниматься вот этим уже созревшим, абсолютно созревшим выяснением отношений. И главное, что гарантии безопасности, в самом деле, надо по возможности, как можно скорее отозвать, а лучше не отозвать, а просто удар возмездия. Один из вариантов, который турбует и непокоится наиболее, чем могут быть действительны усилия, враховывая там певные территориальные успехи за результатами украинского наступа, посадить Россию и Украину за стил перемоги. Такие уже заявы, певною мировой, звучали. Но они продолжают циркулювать в информационном просторе и в захватных засобах массовой информации. И в обмине на что, и на каких условиях? Вы знаете, тут существует много вариантов. И эти вариантии тоже можно перераховывать до бесконечности. И каждый из вариантов, конечно, будет стосоваться успешности или не успешности украинского наступа. Но я всегда предлагаю психологический эксперимент сделать. Уявить себе, что все уже произошло на сегодняшний день. От, что уже был наступ Украинских Збройных сил, и от мы закрепилися на певных позициях, которые сейчас есть, по сути, такой фактичной лініей размежевания между Украинскими Збройными силами и Российскими окопатами. И запитать самих судьбе, а что реально может измениться, если эта лінія размежевания посунется еще на какие-то десятки или сотни километров. То есть, если Россия анексировала нашу территорию, Крим, Донецкую, Луганскую, Харк, Херсонскую и Запорожжькую область, для россиян державный кордон Украины не там, где для нас, и не там, где для света. И таким чином для россиян будь-яка лінія размежевания, даже державный кордон Украины, это просто лінія разведения войск. На сегодняшний день, если говорить про российские какие-то желания, реальным размежеванием без продовжения военных действий мог бы быть адміністративный кордон Украины с Херсонской, Запорожьей, Донецкой, Луганской областями и Автономной Республикой Украины. А так, з російської точки зору, украинцы просто находятся на російськой территории и окупуются, что, звичайно ж, вимагает от России продолжения боевых действий або просто невизнания самого факта того, что эти территории контролируются в Украине. Я имею в виду невизнания юридично и политично. Так как мы не визнаемо, что они имеют какое-то право на эти территории, так и они не собираются визнавать нашего права контролю, над нашими территориями. Это шизофрения. Но мне кажется, что все, что Россия делает последние 10 лет, с точки зрения международного права, это шизофрения. Давайте тогда попробуем разобраться, какие вариантии развивки подій могут быть. Первый вариант, как на меня, наиболее вероятный. Что, в принципе, ничего не изменится. Водбудется наступ. Украинские Збройные Сили завоюют еще какие-то позиции. И нам с вами бы хотелось, чтобы это были оптимальні позиции. Вся наша территория. Но, как сейчас говорит наш министр закордонных справ, может быть сколько завгодно наступов до повного звольнення нашей территории. Есть такая идея. Мы не знаем, сколько это может зайняться часу, роков или месяцев. Якою цяною это будет сделано. Но просто нужно понимать, что может быть и такая ситуация. А Россия при этом будет вважать, что война продолжается, что она должна быть ввольненными оккупированными Украинами и российскими территориями, мобилизовать новых військовослужбовцев, накопичивать ракеты, насколько она может обстрелиться в нашу территорию. То есть война просто будет продолжаться, просто, умовно говоря, что она будет перенесена на несколько сотен километров от цієї лініи звезды, которая есть сейчас. Это один вариант. И это вариант, в котором мы живем, и, возможно, мы будем в нем жить еще досить долгое время. Я вважаю, что это наибольшь вирогидный вариант, потому что это война на виснажение. И пока не виснажится обидви сторони або одна сторона, визначится в буквальном смысле слова. Люди, ресурсы, гроши, возможность существовать. Вона может не закинчиться. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО. ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДЕЛІТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. ПОДПИШИТЬ КОМЕНТАРІ